Вот на Атланта приключения так и начинаются, я еду к Диме, целую неделю мы будем жить в траке. Здорово, русский, как оно? Ну что, ребят, добро пожаловать в трак. Дима, у нас новая проблема, стой. О, пожалуйста, перестань меня снимать, я прошу тебя, ну выключи ты камеру, зачем? Ребят, все ради *** я сполучу. Ставьте пальцы вверх. Это новый сочный выпуск, прямо из Броклина, США, полетели! Ребят, доброе утро! Мы в Нью-Йорке и летим мы в Атланту. А летим в Атланту для того, чтобы пожить целую неделю в траке. В сочном месте, мы с вами о Канг-Антланту. Мы с вами о Канг-Антланту, все будет необычно, но хорошо. Ребят, еще один лайфхак. Если вдруг вы прослушали, как я сейчас, то на высоте между трех тысяч метров и тысяч, у вас будет безумно закладывать в луф. Это связано с тем, что в среднем ухе там заморка давления, если вы куда-то летите, особенно отдыхать, всегда берите с собой не расширяющие капли, которые помогут вам безболезненно расширяться и избирать во время вашей периоды. Еще один лайфхак в вашей жизни стал больше всего. Мы в Атланте. Ребята, в Атланте по прилету ты сразу же попадаешь в зону, где другие люди вылетают, я не совсем сориентировался, где багаж. А, окей, спасибо. Короче, попросил местного уборщика, он мне показал куда идти, буду надеяться, что я сейчас его быстро найду. Короче, вышел в город, уже багаж не получил, сейчас буду разбираться. Ребята, в Атланте аэропорт просто нереальный. Мало того, что ты с него прямо вниз попадаешь в метро к поездам, тут еще и торговый центр огромнейший, самый аэропорт огромнейший. Я его по свету увидел. Интересно, как там наша гаечка с котлетами белорусскими. Атланта. Интересно, мой, нет? Котлетами вроде не пахнет. Да, котлетки на месте, мой. Короче, ребят, все, нашел себя с Димой. В итоге я попросил, чтобы он за мной приехал, потому что к Wi-Fi здесь можно подключиться только в ресторанном дворике. А вот он и он, мужик. Эй-эй-эй-эй! Здорово, русский! Громели грамели! Как оно? Ну что, ребят, добро пожаловать в врачок. Блин, капец. Вот в этой громели я буду целую неделю. Блин, нормально, нормально. А куда это девать, Дима? Капец, ребята. Это целый дом на колесах. Что там внутри ни разу не был. Ни хера себе, так он еще новым пахнет, Дима. Так у тебя кровать brand new вообще. Я только сегодня снял салфан. Ай, дожди. Еще одна кровать? Тут две кровати у тебя? Конечно. А это что, холодильник у тебя? Холодильник здесь. А это? Ни хера себе. Старик, я тебя понимаю, почему ты мало ночуешь в Нью-Йорке. Еще вид, если встать где-нибудь на залив, так вообще просыпаешься с видом на залив. Ладно, ребят, мы будем постепенно обустраиваться. Все, полетели. Короче, он прям за рулем ездит, чаек попивает с чайником. Ха-ха-ха. Эй, ё-мэн, ты куда чай вылил? Чай. Что пить-то будем? Так, ладно, сейчас дело до котлеток. Посмотрим, что с котлетками там с нашими. Я смотрю, голодные, да? Дим, ставки. Котлетки доехали целые невредимые или их спиздили мексиканцы на таможне? Ооо, если их спиздили, это будет просто новость исполная. Ха-ха-ха. Что, ребят? Смотрим. Оп. Та-дам! Хлебушек. Держи. Та-дам! Котлетки вкусные, свежие. Только что из печи практически. Это святой напиток. Братан, самое главное. Это нутелла. Нам приятного аппетита, а вам хорошего просмотра. Поехали. О, пожарка стоит что ли? Или что это? Скорая такая. А что они тушат? Ёб твою мать. Ни хера себе. Машина загорелась. В Америке, как правило, всегда очень уно рукопов. Если что-то случается, то несколько нарядов постоянно подлетают. Поехали 2 часа, что самое время позавтракать. Что Дима там у нас на завтрак? Пообедать. Пообедать. Нормально у тебя тут вообще прям? Рви, рви, рви. Ты же голодный. Домашняя еда. Жива? Да. Любите своих жен. Любите своих жен? Да. Они потом вкусно готовят. Ох, свежий воздух. Смотрите, какая херня у нас сзади. Короче, идем на тракстаб. Взять кофе какой-нибудь, воды еще что-нибудь. Шоколадочек. Трейлер пока оставляем на стоянке. Блин, ну он и здоровый капец. Как ты его паркуешь, Дима? Без эмоций. Молча. Блин, ребята, вообще просто бомба. Он бронированный, прям реально стучишь. Прям такое ощущение, что по камню стучишь. Такая херня, мне кажется, если въедет на скорости, пробьет любой бетон. Смотрите, какой красивый. Вот так чувак подрабатывает, короче. Он просто возит на пикапе какие-то заказы. Иногда госзаказы. И зарабатывает на этом бабки. Это, короче, такой пикап чисто для людей. А это пикап груза перевозить. Прикольный. Вот так выглядят они. Вообще. В общем, вот так подкрепились. Посмотрели на хомяки. Я очень люблю хомяки. Особенно, если это H1. Это прям машина-легенда. Едем дальше. Воздух. Воздух, конечно, вообще офигенный. В Нью-Йорке холодно. Ходил в перчатках, в шапке с шарфом. А здесь, в общем, можно. Нормально тебе не холодно? Чего хорошо? В шортиках нормально, да? Короче, в Нью-Йорке зима, а здесь тепло. На самом деле так, ну, только сейчас. До этого я здесь был. То есть, в последние недели здесь езжу. Попрохладнее было. Остановились на тракстапе. Короче, я захотел сосисок. Кстати говоря, здесь несколько по-другому, нежели у нас, подают сосиски. Просто берешь сосиску в коробочку. Коробочку, как правило, достаешь с ящика. И оттуда же достаешь булочку. То есть, тебе булочку никто не дает. И просто с этим идешь на кассу, и тебя пробивают. И все. То есть, ты типа сам делаешь ходок себе. Они не заморачиваются. Смотрите, какой здесь на заправке выбор напитков. Просто капец. Ребята, что хотите? Много-много-много газировки. Какие-то тоже газировки. С разными вкусами. Какие-то соки. Просто посмотрите на этот цвет. Цвет нереально химический. Короче. Американцы любят всякую херню пить. Представляете, метров двадцать в длине. Со всякими чаями, кофе. И, наверное, чуть больше. А идет круглого конфиджала. То, что я вам показывал ранее. Это газировки, всякие соки, напитки и так далее. Мне кажется, очень прикольный маркетинговый инструмент. Колумбийский. Значит так, куда? Есть на выбор. Готемала бленд. Не знаю. Риненал. Коламбион. Гена Рост. Бликаф. Пожалуйста. Малубер. По большому счету, я думаю, что это все один и тот же сорт. В Тракстапе. Я не думаю, что здесь будут какие-то дикие сорта. А можно взять вот такие донатсы. Смотри, какие они аппетитные. Давай. С шоколадника. Ну да, да, да. Ну давай. Давай по одному. Вообще, как я уже сказал, тут по большому счету, Тракстап это не совсем то место, где можно гурманить разными видами кофе. Дима, Даша сказала, не-не, никакого сладкого. Не-не-не. Тут вопрос в другом. У нас стоит срочная программа. Человеку нужно набрать где-то пять килограмм за неделю. Давай вот этот вот с шоколадом. Давай с белым шоколадом вот эту херню. Он же не портится. Понимаешь, мужчина это такое существо, а у него не может испортиться. Все, прошла, да? Слушай, в Америке за два года уже стало лучше. Безконтактная оплата начала работать. Ну, когда мы приезжали два года назад, этого не было. В общем, короче, ребят, два кофе, два куска пиццы, три донатса сладких. 10 баксов с копейками. Вот примерно такой расклад. И все это минус пару лет жизни. Ну, смотри. Еще один лайфхак. Если вы хотите набрать пару килограмм, нужно просто расслабиться. Так, да? Да. В траке есть все. Как говорится, от патрона до гондона. Кофе, донация, блин, отлично, комфортная тачка. Что вы все, блин, тут гоните? Трак это образ жизни. Надо просто сделать небольшую поправку. Что человек приехал из дома с жены после домашней еды. Из планктонных условий, да? Он вот накинулся на все это. Он не понимает, в чем его счастье. Он не осознает. Ты уже тут. У тебя уже сноровка вообще, конечно, такая. За секунду в трак с едой заладишь. Ну, как? Высоко сижу, далеко гляжу. Короче, у нас домашние котлетки с гречкой. Ну, а химию и всякую штуку, которую мы купили, мы оставим на десерт. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Полетели. Побывать в Америке и не съездить донатс, это считайте, что просто не съездить в Америку и посмотреть эту страну. Я всегда стараюсь погрузиться в местную культуру. И в данном случае в Америке обязательно нужно съесть гамбургер, нужно съесть хот-дог, нужно съесть донатс. Забить это все дело кока-колой, отрастить живот и быть счастливым. Ребят, хотите лайфхак от Димы? Он уже больше 7 лет в Америке. Давайте помещаем. Сладкое это необходимый элемент в рационе мужчины. Сладкого поднимается настроение. Если сладкого нет, жизнь уже не та. А что делать с животом, который впоследствии появляется после сладкого? У тебя осталось буквально сантиметров 20 на руля. Да. Ха-ха-ха. Поехали. Поехали на воду. Стоит пакет Булбаков. заправляемся слева и справа споку споку пан ведь я уже настоящий дальнобойщик разулся короче хожу в ритм так дела что делаем давай рассказывай дано то прям здесь уж платить мы вводим информацию здесь хочу за это платежная что-то вводишь расскажи всякий номер трака номер там того сего а для чего на заправке вводить номер трака чу за бред у тебя есть твоя карточка платежная здесь готовлю так как пин-кон в магазине вливаешь на карте что просчитаться на ты карточку вставляешь при этом ты шутишь бак есть 750 баксов за заправку одного бака сколько стоит заправка одного бака 500 баксов 1 бак заправить чувак то есть ты сейчас косарь заправляем по 250 бак здесь меньше получается парень здесь здесь бак вот он начинается и его маленький а то со стороны бак идет очень длинный туда приехали уже на другой трак стаб а я по привычке зашел сразу же при входе слева в туалет я даже не посмотрел что там женская табличка то есть получается туалет и другой симметричной последовательности расположены захожу такой короче ну дима пошел в туалет я такой отчет его думаю немножко подстебать что-то на французском захожу дима нас и парсе и так далее смотрю тишина какая-то гробовая не понимаю в чем дело выхожу мыть руки и рядом подходит женщина моют руки и вообще на меня обращать внимание в америке есть такая тема негласная по моему даже на правительственном уровне что если вы ощущаете себя женщиной то вы можете заходить в женский туалет даже если у вас как бы там что-то болтается но это вот я знаю точно в калифорнии есть здесь вот так скажем центральной америки я не знаю сейчас мы у димы спросим ну короче она вообще без задней мысли без криков она вообще сделала вид что короче я женщина и меня просто не заметила дима слушай скажи а как реагировать на то что женщина не заметила меня сделала вид что не заметила что я оказался в женском туалете здесь это норма то есть она даже не посмотрела на меня не сказала чувак что ты здесь делаешь я все тоже как раз ошибся при этом все забежали наверно серебрячим сейчас в области у меня постель все короче зак тороемся едой давай знаешь что сделаем в одеяло просто завернем и все ни хрена не заметит это бомба ребята это американский чизкейк не не чувак 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 у тебя как бы это мешает уже эти штуки завязывать ребята еще одна очень крутая штука мне очень заходит не знаю как вам я безумно люблю это чертов химический американский чизкейк он продается в волмарте стоит 398 вот так вы просто берете и меня подсаживайтесь потому что день без чизкейка день прожжу чувак я обещал твоей жене что никакого сладкого не будет я это буду контролировать так ну чего сколько берем по одному пока до ты его пробовал потому в таком или по одному простому или микс шоколаду поля 926 по факту дешевле на взять сразу же большой если начинать с такого чизкейка это можно за переходить по на резиновую женщину да да цена бананов 44 цента за 500 грамм до получается дополнить вообще точно 44 доллара за связку бананов в весе 500 грамм на наши если переводить в америке как правило цена стоит не за килограмм а за паунд паунд это примерно ну делите грубо на 2 до побольше возьмем бородить хорошие что 20 мясо же правильно где наш малыш полон белый раз я мы с прицепом или без погодь ты реально скинул прицеп пока я спал отец нормально меня уболтала кстати в траке я вам скажу охране на спицы просто нереально круто от саппан юка ман что водичку примет святое еда чизкейк наш завтрак короче постель купили чизкейк купили воды купили апельсинов купили вообще все классно едем дальше едем подцеплять трейлер нас видите трейлера сегодня нету еще он был на моему раскинули едем новый подцеплять ребята это мое место на эту неделю спится просто кайфово вот вам и новая тачка чего волево нет пожалуйста перестань меня снимать ну я прошу тебя выключи ты камеру зачем ребят все ради вас получу мимо у нас новая проблема стой короче у нас самый свежий трак класс вольво снег за окном пошла дверь мы отодрали часть обшивки я сама отодралась дверь мы открыли но окно как не закрывалась так и не закрывается и хера ты в знаке веришь ты же сам говорил что если оно не идет может оно и не надо впереди ночная тяжелая дорога порядка где-то 6 7 часов короче не знаю что то я напрягаться начинаю в общем ребята принято решение ехать дальше мы сделали искусственное окно взяли кусок шторы прищемили ее дверью сверху и снизу хомутом зафиксировали оставили вот небольшое вентиляционное окно я так называю чтобы чисто можно было смотреть в зеркала потому что мы идем не просто трейлером точнее мы идем не траком а мы идем с трейлером за нами еще огромный прицеп в общем короче вариантов в принципе немного дилерская ближайшая в атланте этот трак лизовый поэтому нам обязательно ехать туда сервисы никакие нам не помогут короче внешне это выглядит вот так наше приспособление нам ехать с ним хера вот лучше времени будем надеяться что туда едем нормально вот мы тронулись едем дальше самое время поужинать у нас уже далеко за полночь драки максимально все приспособлено для нормальной жизни гостиница вам не нужна если вы видите в драки сейчас я погрею виду столик вообще прям обалденный смотрите сидишь тут сидишь тут выдвигается столик сверху микроволновка уже разогрела виду и вот так вот кушать смотрите с каким бомбическим видом вот и прошла наша ночка с открытым окном по трассе конечно ночка была не из легких но тем не менее мы добрались до атланты пускай с опозданием в полчаса пришлось немножко постоять в трафике сейчас едем на дилерскую там нас уже ждут но прежде мы подцепим еще трейлер где мы сейчас занимается когда-нибудь видели что творится под капотом у такой малышки охереть здоровяк настоящий американский сервис больших траков еще нас приняли сейчас подождем нас быстро починит короче ребята у нас походу проблема с траком уже прошло полдня пока пока не знаем что с ним сказали 10 минут и починит но прошло уже полдня а трак нам не отдают чё с ним непонятно дым и сейчас выясняют в чем проблема его мэн чё он говорит-то предохранитель перегорел как мы думали пока ничего не готова сейчас узнаем что там как нам нужно ехать у нас еще в виржиния очень долго нужно ехать готов что за херня все нам сейчас отдает трак лизовая компания подтвердила что перед на себя платеж да я покажу чек ребятам касаемо америки ребят нам поменяли всего лишь один предохранитель черт возьми 183 бакса сэр 183 бакса за кусок дерьма стоимость 1 доллар я не знаю сколько он стоит но вот так есть если трак лиз или трак как-то на гарантии вот такая бюрократия работает потому что если хочешь чтобы тебя платили все по гарантии надо вот заниматься вот таким вот таким закончим предложение так америка страна больших возможностей и больших даже закашлялся недостатков хорошо прошли уже сутки пора бы помыться быть свежим идем на так став дима сказал здесь есть все от девочек да байсик посмотрим как для бочеки живут настоящей жизни короче остановились смотреть у нас такая площадка где много много траков в общем все бросают здесь тачки и идут там мыться кушать развлекаться да в принципе уже с виду похож на дальнобойщика сланцы пакетик с одеждой все как надо прикольный трак стаб смотрите красота такая благороженная владимир смотри нормальная еда 6 баксов всего короче реклама вида 6 баксов это же дэннис мы тут как-то кушали достаточно вкусно было абонемент стоит денег здесь что там расскажи помыться стоят 12 долларов за эти деньги есть весь сервис который как можно придумать который вы желаете практически как в отеле вроде даже и пахнет вкусно короче ребят сейчас посмотрим что мы получаем 13 баксов мыло умывальник ну здесь типа тоже мыло все чисто нормально и полотенце есть все пацки я отключаюсь короче двое суток не вылся поэтому надо привести себя в порядок в Володе не такой пит-стоп трак-стоп короче будем мыться прямо тут полетели ух ребят свежий душ конечно это что-то вообще если в Америке после услышишь такой прикол что вот ты например был в каком-то штате и хочешь купить там новых подарок там кому-то тут у нас новина вот ты был в Калифорнии хочешь купить калифорнийского вина домой например кому-нибудь с подарком ты везти не можешь в траке официально конечно а если за пределами снаружи например камины можно вроде бы как в трейдере ну возят слушаем все возят кому надо у меня друг раз ездил в Канаду разгружался там и купил там какого-то местного пива привезти назад на граните забрали спросили везешь с собой что-нибудь да он не врал говорит да у меня есть там две коробки пива где в трейдере стоят забрали не дали провести короче ребят принесли нам вот такую вкусняшку прямо из печки на сковородке тут мяско овощи сосисочки овощи тоже нам эти хлебушек будем кушать это все стоит 10 долларов мы на заправке в сети Денис ну это такая бюджетная сетка для Бангей да типа касаемо ценообразования в США имейте ввиду что когда вы видите ценник то к этому ценнику еще прибавляется налог штата как правило самый дорогой налог штата считается в Нью-Йорке и вот у нас получилась ситуация что 5.99 стоит бургер но к оплате 6.45 то есть 0.46 у нас идут такси вот такая история I want double double grand no no have no no have but we got close double yeah we got double we don't have that person ah no 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 this oh shit all the work burger we got this uh I need burger double uh double beef yeah you want the double bacon burger you want the double bacon burger you just ain't gonna get the screen burger with the cheese we got the double burger cheese cheese okay double bacon burger there's no sauce no sauce yeah what is this sauce you got this burger right here man make it a double no 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 yes no yes ah what is it cheese onions what onions onions what is it no onions they're fried onion fried crispy onion ah fried no fried ok you want the sauce barbecue yes ok yes thank you but no sauce no onion sauce ok I want sauce no onion 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 yeah 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 короче ребята в общем с языком у меня херня какая-то и они говорят что мой бургер который я захотел он у них типа закончился и они предложили мне какой-нибудь другой бургер sir tu hablás español tu hablás español español si русский я русский ахахахах смешно смешать Сири как ты же называешьuggling youtube channel Ха-ха-ха-ха! Я знаю, что русский. Это один из разных. Скажи... Привет! Подписка Привет! Подписка колокольчик кол-о-кольчик кол-о-кольчик Лайк Лайк Все Как Обычно Какие-то черные укуренные сошли. Короче, вообще тут можно угорать просто с каждой минуты. Доброе утро. У вас уже 10.30, что-то мы сегодня изрядно поспали. Самое время взбодриться вкусным российским чаем. Он ни хера не российский. Ну это был тест на самом деле. Я проверял, насколько Дима проснулся, можем ли мы ехать дальше. Слушай, ну здесь вообще как в яхте получается. У нас есть чайники даже с троглифами, понимаешь? Помылся, побрился. Пойдем. В середине рабочий день. В Атланту надо ехать. Доставка Prime ждет. Ну так как мы уже в Волмарте, решили зайти за готовыми обедами. Они безумно вкусные, хоть и не полезные. Но это хоть что-то горячее будет. Можно разогреть будет в микроволновке. Ну и все. Кушаем овсянку. Питайтесь здоровой пищей. Все наши рассказы про Волмартескую еду это очень хорошо. Но не забывайте о здоровье. Это важно. Большой плюс в траке, что здесь реально дом на колесах. Тут есть микроволновка, есть холодильник, есть подогревы. Короче, все здесь хорошо и комфортно. И места самое главное много. У меня вообще возникла идея, чтобы взять трак и проехать всю Америку на траке. Просто с семьей вообще охрененно. Далеко глядишь, высоко сидишь, кашку кушаешь. Ну примерно как-то так. Короче, ребята, пришли в бар. А? Идеец. А, окей. Значит, нужно всегда показывать то, что вам есть 18 лет. Сейчас что-нибудь сядем, покушаем, закажем. Покажу вам немного бар. Нормально шумно так. Товарищи, напились еще, не выпивая даже. Ну еще и не напились, то уже хорошо. Это новый сочный выпуск прямо из Бруклина, США. Полетели! Ты хочешь сальто или без? Без, без, без. Нормально. Нормально. Настань от нее. Настань от нее. Она потекла. Может быть. Но это гнусно, не признаетельно. Вот. Вопрос от кого ли это? От него или от меня? Пока! Привет! Ова сегодня накурился. И поэтому Флоп немножко мазонит. Вот и он. Говори, что все нормально. Йоу-йоу-йоу. 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 Он помогает. Стоит на площади, что ему неинтересно абсолютно. Ты думаешь, что он любит? Можете рассказать на камеру? Потому что он известный блогер в России. О, реально? Да. Можете рассказать ему в России? Я расскажу, как. Да. Моя оба стоит в России. Окей. Ставьте пальцы вверх. Спасибо, спасибо. Пописка. Колокольчик. 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 Окей, я люблю это. Спасибо. 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 Еее. А я думал, что и пусть закончат. Майки, колокольчики, все как обычно. Пока-пока.